Город Баку – столица Азербайджана. В восточной части исторического центра, который называется Ичери-Шехер, внутренний город, высится чудо-инженерной мысли, нераскрытая тайна, девичья башня. Это одно из самых древних сооружений на территории Азербайджана. Нет информации о дате строительства, имени автора, предназначения неизвестно. Выдвигалось много версий, были практически и эзотерические. Это обсерватория, сигнальная башня, культовый объект, водный колодец и т.д. Все это никак не объясняет ее архитектурные особенности. В итоге ни религии, ни науки – это чудо-инженерной мысли неинтересно. До реставрации 1960-х годов башня представляла собой полое строение высотой 28 метров, диаметром 16 метров, толщиной стену основания 5 метров и 4 метра в верхней части. Диаметр первого этажа 6 метров, высота более 3. Под стеной башни расположен колодец глубиной 21 метр. Это высота почти девятиэтажного дома и диаметром 70 сантиметров. Также в стену встроена керамическая труба диаметром 30 сантиметров, запаянная в верхней части, имеющая вход на каждом ярусе и направленная на первый этаж. Внутри башня была разделена на 8 этажей круговыми выступами шириной до 80 сантиметров, которые имели желоба для вывода жидкости из башни. Башня имеет уклон в сторону моря. К ней прилегает выступ, который называется контрфорсом, а к нему – стена с двумя закрытыми башнями. Вход в башню был на уровне третьего этажа. С внешней стороны башни находилась деревянная платформа. Вокруг башни пробурены больше 10 скважин разной глубины и диаметра. После проведенного исследования можно утверждать, что эта башня является древней ректификационной колонной для атмосферной перегонки нефти, что мы и постараемся тут доказать. Надо заметить, что речь здесь идет не о крекинге расщеплении углеводородов на более легкие фракции, а об реализации технологии первичной переработки нефти. Здесь мы видим современную атмосферную трубчатую установку для перегонки нефти. Ректификация – это процесс разделения жидких смесей на чистые компоненты, которые кипят при различных температурах, путем многократного испарения жидкости и конденсации паров. Итак, начнем разбирать вопросы и давать ответы по нашей древней установке. Почему на первом этаже отсутствовал вход? Для чего нужен сток насквозь стен в яму у подножия башни? Для чего нужен проем в колодец, находящийся под башней? Ответ. В первом этаже накапливался мазут и через сток в стене выводился в яму. Также на первый этаж подавался горячий пар. Накопившийся излишек нефти на первом этаже подавался обратно в колодец через проем в стене колодца. Далее. Почему первый этаж был наполовину заполнен крупными камнями? Это было сделано для равномерного подогрева нефти. Откуда поступал горячий пар, где находились трубчатые печи? А это бани рядом с девичьей башней. Это и есть трубчатые печи для подачи горячего пара в башню. Об этом свидетельствует структура этих строений. Отсутствие водопровода и канализации, керамические трубы внутри стен диаметром около 10 сантиметров, а также толстый слой сажи, который встречается в этих банях. Бани работали на мазуте, о чем свидетельствует окаменевший остаток в подземной бане в поселке Балаханы. И на газе, соответственно. То есть использовались все те же нефтяные продукты. Какую функцию выполняла керамическая труба, запаянная сверху и направленная вниз всходом из каждого этажа? Оказывается, эта труба была предназначена для подачи излишков жидкости в нижнюю часть колонны. Почему же колодец, который уходит под башню на 20 метров, поднимается до уровня третьего этажа? А потому, что это колодец – канал поступления нефти. В современных ректификационных колоннах нефть поступает на средний уровень колонны. В девичьей башне нефть подавалась точно так же в средний уровень башни. Так можно ли добыть нефть из колодца глубиной 21 метр диаметром 70 сантиметров? Как знаем из истории, первая скважина на Биби-Эйбатском месторождении была пробурена в 1848 году. Глубина скважины была 21 метр диаметром 60 сантиметров. Как показывает этот факт, глубина колодца была достаточной для добычи нефти. А каким образом нефть могла подниматься на уровень третьего этажа? Естественный выход нефти на поверхность не мог удовлетворять древних нефтяников. Поэтому с помощью буров рыли колодцы. Об этом свидетельствуют круговые следы на стенках колодцев. И забивали металлические трубы. Как их изготавливали в доисторическую эпоху отдельный разговор. Ученые бы предположили, что давление пластов через трубы выводило нефть на нужную высоту. На практике невозможно прогнозировать нужное давление, его нужно создавать. При избыточном давлении, конечно, его можно регулировать заглушками, но при недостаточном нужно включать насосы. Как объяснить отсутствие перекрытия между этажами, наличие восьми кольцообразных выступов шириной до 80 сантиметров и наличие в них желобов для отвода жидкости. При нагревании до определенной температуры нефть начинает делиться на фракции. Более тяжелые оседают на нижних, более легкие на верхних кольцообразных выступах и оттуда через желоба выводятся из башни. Почему в девичьей башне именно восемь этажей? В процессе первичной переработки на восьми ярусах колонны образуются по отдельности восемь фракций. Гудрон, масляная фракция, газоиль, дизельное топливо, керосин, лиграин, бензин и газ. Для чего предназначались контрфорс и два боковых выступа? Контрфорс играл роль теплообменника, оттуда охлажденный продукт поступал в емкости в боковых выступах. Наличие подземных коммуникаций у оснований контрафорса и боковых выступов позволяет утверждать о возможности существования емкостей в этих строениях. А вот почему верхняя часть башни и контрафорса имеет неплотную ребристую поверхность, потому что неплотная кладка, форма и направление служат максимально естественному охлаждению. Типичные для Баку ветры, южные Геловар и северные Хазри постоянно обдували и охлаждали контрфорс, который направлен на восток. Башни имеют небольшой наклон в сторону контрафорса. Это чтобы естественным путем направить продукцию из кольцевидных выступов в желоба для вывода из башни. Почему дверь, расположенная в середине башни и для чего нужна была внешняя платформа? Они предназначались для ремонта внутри башни и обслуживания трубопроводов. О наличии труб можно судить по тому, что на фасаде башни существовали бронзовые кольца, которые изъяли при реставрации. Кольца служили для закрепления труб. Цитата из текста об устройстве современных нефтеперегонных башен. В корпусе предусматриваются штуцеры для вывода сырья, вывода продуктов, а также люк ЛАС, предназначенный для ремонта. Все точно в соответствии. Какую роль играют узкие окна, направленные в сторону восхода и движения солнца? При таком расположении окон внутренняя часть башни, а также лестница получает максимальное естественное освещение. Оно исключало возгорание и взрыв газа. Также эти окна служили для внутреннего осмотра. Цитата из текста современного устройства. Аппараты должны иметь люки-лазы для внутреннего осмотра, расположенные в удобных для обслуживания местах. А как объяснить избыточную толщину стен в 5 метров? Перегонка процесса взрывоопасный, поэтому толстые стены – это вынужденные меры предосторожности. Внутренний диаметр башни 6 метров, чем это обусловлено. Так же, как и сейчас, диаметр промышленных ректификационных колонн может достигать 6 метров. Это выверенная толщина. Учитывая наличие проемов из башни на лестничные площадки, как могла обеспечиваться герметичность башни? Проемы на каждом этаже мешали бы процессу ректификации. Во время исследования башни обнаружились по бокам от этих проемов углубления в стене. Возможно, там крепились механизмы, которые закрывали эти проемы. Есть также углубления по бокам от входа в средней части башни. С чем связано наличие такого большого количества подземных коммуникаций и колодцев? Большое количество колодцев вокруг девичьей башни на территории дворца Ширваншахов указывает на то, что эти сооружения имели дело с нефтью. Для воды такое количество колодцев на расстоянии нескольких метров друг от друга избыточно. Кроме Абширона, точно такие же колодцы встречаются в исторической постройке Тустань, город Борислав Украина. На той территории также существовала башня высотой более 25 метров, где, как известно, часто случались пожары. Борислав, как и Баку, построен на нефтяном месторождении. И связь здесь очевидна. Рядом с девичьей башней и на территории дворца Ширваншахов встречаются круглые плоские камни с отверстием в середине. Какова их функция? Скважины закрывались каменной крышкой с отверстием в середине. Эта крышка служила для направления труб и предохраняла от возможности попадания в скважину посторонних предметов. Почему на данной территории не обнаружены следы нефти? Есть ли в этих постройках следы переработки нефти? Несмотря на реставрации и в девичьей башне, и внутрь бань, сажа от нефтепродуктов видна невооруженным глазом. Внутри девичьей башни нужно обращать внимание на стены. Потолочные перекрытия построены во время реставрации 60-х годов, поэтому они не содержат никаких следов. Во время работ в Ичхере-Шехер реставраторов критиковали за то, что они очистили патину и строения потеряли исторический дух. На что заместитель директора азербайджанского представительства австрийской компании Эрих Паммер GmbH, реставратор Чингис Нейман Заде, ответил, что это не патина, а отложение сажи и черной гипсовой корки. На открытой местности нефть довольно быстро испаряется. Следы можно обнаружить при раскопках, как это было сделано в 1964 году. Имеется ли связь между названием башни и ее назначением? На азербайджанском языке название девичьей башни – квиз-галаси. Слово квиз имеет два значения – существительная девушка и глагол нагреваться. Слово гала переводится как башня, а также как поджигать. На самом деле название башни звучало как башня нагрева, но историки предпочли выбрать другое значение слов так, чтобы их никто не смог упрекнуть в подлоге. Лезгины называют башню квиз-галаси, что переводится как «горящая крепость», а это значит, что их предки видели ее в действии. Почему девичья башня по цвету отличается от других построек, хотя построена из одного и того же местного материала? Порой в некоторых источниках пишут, что башня построена из серого известняка. Это ошибка. Такой цвет камни приобрели потому, что нагревались и пропитались сажей в результате процессов, протекающих в башне. Цвет на поверхности башни тоже варьируется. В верхней части цвет темнее, чем в нижней части. Это произошло потому, что сажа пробивалась изнутри из-за неплотной кладки, а не загрязнялась извне. Так кому же и зачем были нужны нефть и дизель в античности? По истории можно привести пример с греческим огнем, аналог современного огнемета. А если не по официальной истории, то нефть и газ использовали во все времена. Гнали по трубам тысячи километров, жгли для получения тепла и света. Перерабатывали для получения разнообразных материалов. Еще во времена Гитлера из нефти уже могли делать аналог хлеба. А сегодня обыватель даже не задается вопросом, какое большое количество продуктов питания, химии, строительных материалов и лекарств из нее производится. Насколько вероятна реализация в древности такого сложного технологического процесса, как нефтепереработка? Дистилляцию или перегонку описал еще Аристотель в своей работе метеорологика. Как известно, в античности использовали водопровод и канализацию, бетон, фанера, стеклопакет. Были построены грандиозные сооружения, колизей, пантеон, Софийский собор, мост Трояна. Уровень строительных технологий в античности мало отличался от современного, а размах и масштабы некоторых неподъемны даже на сегодня для большинства государств. Процесс переработки металлов требует ничуть не меньше знаний, чем нефтепереработка. Все это показывает высокий уровень технологий того времени, который намеренно занижается официальной историей. А в якобы старинных иллюстрациях показываются зачатки науки на примитивном уровне. Большое количество схожих строений на Абширонском полуострове – круглые полые башни, ректификационные колонны, авданы, нефтяные колодцы, подземные бани и мечети с необычно толстыми и порой недостроенными минаретами. Это трубчатые печи. И даже дворец Ширван-Шахов позволяет утверждать, что нефть добывалась и перерабатывалась в промышленных масштабах на данной территории еще в древности. Версия того, что башня служила для сбора грунтовых вод, несостоятельна. Для этого нужно рыть колодец, а не строить циклопические сооружения. А для сбора дождевой воды нужно просто рыть бассейн. При детальном разборе видно, что конструкция башни не позволит собрать воду. Есть ли сейчас нефть под девичьей башней, неизвестно, поскольку никто ее там не искал. Но в двух километрах более двухсот лет работают нефтяные качалки Биби-Айбатского нефтегазоконденсатного месторождения. Также месторождения нефти часто связаны с возвышениями, а и Черри-Шехер как раз на ней и находится. А каков мог был быть объем перерабатываемой нефти? Географ Абт-Ар-Рашид Аль-Бу-Куви, это XIV век, отмечал, что из Баку каждый день отправлялся караван из более двухсот нагруженных нефтью верблюдов. Каждый верблюд носит от 200 до 300 килограмм. Это 40-60 тонн нефти каждый день. Сейчас известно, что железнодорожное сообщение существовало задолго до того, как это разрешили историки. Поэтому, скорее всего, верблюды тут приведены для цензуры, наподобие лошадиных сил. Как решали проблему возникновения пожаров, а как известно, они случаются. Она решалась двумя путями. Трубчатые печи закапывались в землю, когда не было такой возможности из-за скалистой местности. Вокруг башен строили стены, а печи оставались за стенами. Учитывая наличие легенд об огнях на вершине девичьей башни, обеспечить полную безопасность получалось не всегда. Варианты поджога существуют, есть и природные факторы, например, удар молнией. Здесь интереснее вопрос, как тушили. При той продуманности, что мы обнаруживаем, этот вопрос решался также простыми средствами. Трубчатые печи под землей вследствие стали использоваться как бани. Строить бани изначально под землей вряд ли кому придет в голову. Под землей бороться с избыточной влажностью можно только технологическими методами при помощи вентиляционной системы. Строения за пределами стен впоследствии были переделаны в мечети, которые обычно стоят под углом к башне. Между башней и построенной на скале печь устроили стены, зубцы построены при реставрации. Рядом с башней из бетона торчит штанга нефтяного насоса. Сказали бы, что попало туда при реставрации, но у нас есть повод усомниться и предположить, что это труба – технологический элемент данной конструкции. Итак, суммируя выше приведенные аргументы, опишем, как протекал процесс. Нефть по колодцу поступала на третий этаж башни и стекала на нижние ярусы. Из так называемых бань пар поступал на первый этаж башни. Жидкость, смешиваясь с паром, нагревалась, испарялась и конденсировалась на каждом этаже в керамических желобчатых тарелках. Наклон башни направлял продукцию из кольцообразных выступов в желоба, которые выводили их из башни. Полученная продукция охлаждалась в теплообменнике контрафорсе и поступала в емкости у башни. Излишки жидкости на каждом этаже через керамическую трубу выводились на первый этаж. На первом этаже накапливалась самая тяжелая фракция, которая через ток в стене выводилась в яму у подножия. Самая легкая фракция газ выводилась наружу. Относительно небольшие объемы переработки, неглубокое залегание и обилие нефти в месторождениях позволяли строить ректификационные колонны прямо над скважиной. Специалисты в области нефтепереработки не отвергли возможность дистилляции и первичной перегонки нефти в башне нагрева, нам известной как девичьей башни. Данную версию можно легко подтвердить, достаточно построить экспериментальную модель и воспроизвести процесс переработки.